Привет, друзья! Сегодня две посылки на рыболовную тематику. Одна из них это мотыль и воблер. Искусственный, соответственно, мотыль. Вторая это мелкие рыбки. Я уже не помню, что из себя представляет, но маленькие силиконовые рыбки. Давайте вскроем наши посылочки и посмотрим, что же там внутри. Пытаемся ничего там сильно не обредить. О, уже черканул. Так, воблер себе пометку дел 58 центов, а мотыль 68 центов. Так, это что за поводок? Не знаю, из какого материала, но я его, в принципе, не заказывал. Даже не знаю, что и с чем. Ну, вот такая вот тонкая нить. Возможно, это какой-то подарок от поставщика рыболовных снастей. Так, что у нас тут зацепился воблер. Какой-то, как это называется, крэнк, какой-то воблер. Сейчас мы его взвесим. Проверим так, что у нас тут стоит 58 центов. Что может стоить таких огромных денег? Так, ну, вот такой вот интересный воблерочек, да? Ух ты, в нем даже есть шарики. Это что? Просто старохтелка или система дальнего заброса. Ну, конечно, я шучу. Вряд ли о какой-то системе дальнего заброса. Вот может идти речь. Он весит-то всего ничего. И вот такой вот огромный мотыль. Так, что же, давайте взвесим, что у нас тут получается. Так, 4 грамма, да? Ничего себе велика. Ну, это 13 грамм 29 сотых. Так, давайте попытаемся аккуратно открыть. Потому что, мало ли, тут что-то может повариться. О, вот такие чудесные рыбки. Точно. Скорость, кстати, весит. 27,55 грамма, да? Да, мы срямо глаза разбегаются. Кстати, доставка вот этого была довольно-таки быстрая. около трех недель. Это как бы один поставщик. А вот эти рыбки, это другой поставщик. Возможно, кстати, они еще и светятся в темноте. Но сейчас я не знаю. Проверить не смогу. Если что, в описании напишу, светятся или не светятся. Хотя, вряд ли, что-то мне так кажется, что нет. Такой вот интересный, похожий, ну, как похожий виброхвост. Виброхвост он в Африке. Виброхвост он в Африке. 20, 20. Целая вот такая вот куча мелюзги. Да, прикольно, конечно. Какой-то надо будет подобрать. Леофсетник. Маленький такой. Другой какой-то крючок. Какой-то есть запах, но не химия. Возможно, приманки какой-то. Не знаю. Может быть, аттрактант. Так, ну, в общем, а сколько же одна? Одна, сколько весит? Так, давайте проверим. Так, надеюсь, видно. Так, одна. Один грамм тридцать пять сотых, да? Тридцать четыре сотых. Ну, еще кого-нибудь. Один грамм тридцать пять сотых. Ну, и третью, для того, чтобы понимать точный вес. Один грамм тридцать три сотых. Ну, ладно, все на трех испытали. Давайте дальше перейдем. Что же это такой за красный червь? Пишут он на английском языке. Кровавый червяк. Так, у меня такая прикольная штука. В принципе, обалдеть. Такой, если на крючок засадить, рыбарь не поймет, что это будет под водой вибрировать. О, кстати, оно со вкусом какого-то шняги, вернее, с запахом какой-то шняги такой, которая привлекает рыбу. Какой-то аттрактант, что-то запах какого-то кошачьего корма, что ли. Что-то такое, ну, не то чтобы мясо, но такое. Интересный запах. Получается, если рыба его схватит, то как бы сразу не выпрямит что-то им понравится на вкус. В общем, какие-то вкусовые впечатления у них будут. Я, конечно, пробовать не собираюсь. Кстати, не помню, сколько здесь штук. Должно быть дофига. Я, если что, напишу просто под видео, сколько. Не думаю, сейчас есть смысл пересчитывать количество и тому подобное. А, давайте замерим, какой размер, в принципе, его. Это будет более полезно, чем определять его вкусовые качества. Тем более, а мы не рыбы. Мы этого не поймем. Так, конечно, он вымочен в чем-то. Так, ну, давайте возьмем рулетку. Так, рулетка. Ну, три с половиной-четыре сантиметра, если так вот его. Ну, да, три с половиной, да. Три с половиной сантиметра точно есть. Так, давайте сам воберочек теперь посмотрим, что это за хрень такая с лопаткой. В общем, по лопатку пять сантиметров, без лопатки и без кольца три с половиной сантиметра. Надеюсь, видно. Так, что за крючки? Крючки у нас тройники. Так, полтора сантиметра вместе с кольцом. И размер шесть миллиметров, шесть-семь миллиметров расстояние между жалом и основным крючком. Так, ну, как ни странно, вот этот нет. Вот этот был, вот этот острый. В общем, тут два из трех острые. Так, здесь один острый. Второй острый. Третий, да, третий тоже острый. Лучше, чем острее, чем в этом. А тут один, просто видно, тот, который вылез, его, наверное, кидали и кусочек просто обломанный вот здесь вот. А остальные, как бы, острые. Кунчики. Так, ну что. Вот такой вот у нас интересный обкорчик, да? И, кстати, есть по-русски страйк про. Я думал, он на него даже будет похожий, но нет. В принципе, так, визуально чуть-чуть похож, но страйк про в разы больше. Скажем так, в два раза как минимум больше. И здесь страйк про, конечно, не столько, сколько только 11,6 грамма. А этот, сколько у нас там, 4,2 грамма, да? Так, ну что же, относительно поводка, я так и не понял, это подарок или или так оно и было у продавца? Честно, не помню. Ну, интересно, сколько он так, чем треной. 25 сантиметров без учета вертлюжков и без учета карабина. Да, кстати, не могу я понять, что же все это за хрень такая. То ли нейлон, то ли нейлон, не знаю даже. Если выясним, напишу в комментарии все-таки, что же это за невиданный такой поводок. Так, ну что, ссылки я на весь этот беспредел оставлю под видео. Особенно прикольные все-таки вот эти вот рыбки силиконовые. Не помню, длину мы замеряли. Так, у нас получается 5 сантиметров. Вот такая вот неплохая силиконовая рыбка. Тоже, я думаю, она очень хорошо бы пошла бы для подлёдной рыбалки зимней. Насадила я на плотечение очень интересная играла бы. Как раз рыба голодная, холодная. И она бы ей подошла бы. В общем, вот такая вот прикольная. Прикольные мальки, вот такие 5 сантиметровые. Так, ну что, ссылочки, я тебе сказал, уже будут в описании. До новых встреч. Ставьте лайки. Пока-пока.